Кожаная обложка, пожелтевшая от времени страницы, уникальные иллюстрации. На выставке представлено с десяток старинных книг, вышедших в свет начиная с 17 века. Например, «Меч духовный» – это сборник проповедей черниговского епископа Лазаря Барановича, датируемый 1666 годом. Издана еще при жизни авторов типографии Киево-Печерской лавры. А это молитва «Отче наш» на лиутском языке, носители которого сейчас в мире не более 200 человек. В 16 веке вышел апостол Ивана Федорова, можно считать, что день рождения русской книги. И понятно, что в 16 веке первая русская книга только и могла быть православной. То есть мы действительно можем относиться сейчас к этому факту как угодно. Будучи гражданином России, помните свою историю, уважительно к ней относиться, независимо от собственных взглядов. Мне кажется, долг каждого гражданина. День православной книги в России празднуют уже 10 лет. Организаторы отмечают, с каждым годом число интересующихся этой темой растет. В педагогическом университете собрались представители Самарской духовной семинарии, союза женщин, союза мужчин, студенты, преподаватели, депутаты городской думы. Около сотни человек. Просвещение связано именно с крестьянством и с крестьянскими учеными. Так исторически сложилось, что первая печатная книга оказалась именно православной. Печататель апостола в 1564 году. И в общем-то празднуя этот день, 14 марта, мы отдаем дань, в том числе и просвещению. Благодаря усилиям православных просветителей, книга, которая еще недавно была штучным дорогим изданием, вышла в массовый тираж. Елена Маритина, Максим Гусев. События.